Мы начинаем очередную лекцию цикла «Публичная лекция Политру» и очередную уже лекцию нашего совместного подцикла с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Мы рады возможности представить настолько разных, но зато целиком качественных исследователей, которые работают в Европейском университете. Сегодня мы вновь, как уже сделали полтора раза до того, как этого подцикла говорим об искусствознании, но каждый раз со своей стороны лекции совершенно не повторяются своими темами. Мы сегодня говорим о некоторой, насколько я понимаю, инцептуальной рамке искусствознания, о каких-то вопросах к нему, связанных с методом, о каких-то новых возможностях, которые появляются сейчас. Наш сегодняшний гость — кандидат феологических наук, профессор факультета истории и искусств Европейского университета, Наталья Николаевна Мазу. Регламент традиционный, вначале лекционная часть, затем уже будет задавать вопросы при помощи микрофона, которые вам принесут. Пожалуйста. Так, ну, во-первых, хорошо ли меня слышно? Ну, а теперь? Раз, раз, да. Ближе. Может взять его? Хорошо? Да. А теперь, хорошо ли меня слышно? Хорошо ли меня видно? Поскольку визуальные исследования только делают вид, что они могут обходиться без текста, на самом деле они, конечно, глубоко текстуальны. Это была шутка для того, чтобы установить контакт с амбитурей. Хорошо. Спасибо большое, что вы сегодня сюда пришли. Надеюсь, что вы немножко представляете себе ситуацию, в которой оказалось сегодняшнее искусствознание. А если вы ее себе не представляете, то я ее вам коротко и очерчу в самом начале моей лекции. Она будет делиться на две части. Первая будет скорее теоретическая, поэтому я попрошу вас набраться терпением. А вторая будет связана в большей степени с анализом изображений, который позволит нам, может быть, вернуться к вопросу о методе. Искусствознание в последние 50 лет переживает не самую простую ситуацию. Прежде всего вырвался из рамок и загулял на свободе сам предмет этой науки, а именно современное искусство. Начиная с фонтана Марселя Дюшана и заканчивая, вернее, не заканчивая инсталляцией Инди Уорхола «Брилла Бокс», современные художники настаивали на том, что две традиционные задачи искусства — аристотелевский мимесис или подражание действительности и платоновский, а скорее на самом деле платиновский концепт сведения в вещественный мир абсолютных идей устарели и не имеют отношения к современному искусству. Художники отстаивали свое право делать предметом искусства то, что они считают предметом искусства, а не то, что считали предметом искусства традиционные искусствоведы в рамках кантовской модели эстетики или в рамках Винкельмановского канона европейской и античной красоты. Искусство вырвалось на свободу, и критики заговорили о конце искусства, а искусствоведы заговорили о конце истории искусства. Вот, собственно, примеры некоторых вполне авторитетных, более чем авторитетных книг, которые утверждали, что современное искусство отказалось от галметической модели, современное искусство устроено совершенно иначе, чем оно было устроено когда бы то ни было, и что, соответственно, это Артур Данто, и, соответственно, историкам искусства вооруженным традиционным аппаратом, языком и методологией делать больше нечего, потому что современное искусство не считает себя большей частью этой исторической традиции и не пользуется художественным языком, который разрабатывался на протяжении нескольких тысячелетий. Это, как вы понимаете, для дисциплины уже довольно неприятная ситуация. С другой стороны, по мере того, как современное искусство отказывалось от меметической модели или высмеивало ее, как мы это видим в случае с Дюшаном и Энди Уорхолом, такие скромные медиумы или формы средства творчества или подражания действительности, как кино и фотография, которые в начале XX века с большим трудом отстаивали вообще свое право на то, чтобы называться искусством, поскольку, собственно, ну что такое фотография? Светопись, а кино — это ожившая фотография. О каком искусстве может идти речь? Использовать эти медиумы можно в научных целях, и действительно фотография, собственно, очень много использовалась и антропологами, и биологами, и психологами, а кино, естественно, стало продолжением этой же традиции. Ну или в крайнем случае можно было воспринимать их как некоторое очень массовое, массовую культуру, даже не искусство, и так, в общем, и принято было смотреть на фотографию кино приблизительно до середины века. Искусствоведы либо игнорировали их, либо не знали, что с ними делать, а между тем эти скромные медиумы все настойчивее заявляли свои права на то, чтобы быть истинным искусством повседневности. А чем дальше современное искусство уходило от публики, тем больше становилась роль так называемого промышленного искусства, то есть дизайна и рекламы, которые удовлетворяли эстетические потребности широкой публики, а эти эстетические потребности по мере того, как умирало искусство, становились только острее и острее. И еще раз скажу, искусствоведы не понимали, можно ли применять традиционный аппарат истории искусства к анализу искусства повседневности и промышленного искусства, и исключение составляли только такие блестящие действительно провидцы, как Эрвин Пановский, который с одинаковым энтузиазмом изучал, скажем, творчество Дюрера, радиатор Рокс-Ройса или раннее кино. Наконец, изменился социальный контекст. Если в начале XX века число кафедр истории и искусства исчислялось, может быть, несколькими десятками, то во второй половине XX века было создано множество новых отделений и новых кафедр, которые по большей части возникали в новых университетах. А как мы понимаем, новые университеты, да еще созданные на основе, скажем, профессиональных школ или политехнических учебных заведений имели несколько иную традицию и иную ориентацию самой системы образования. Безусловное почтение к ценностям разума, культуры и традиции. Все три слова надо написать с большой буквы, как это делали в XVIII веке или в современном интернете. Так вот, это безусловное уважение было не таким же безусловным. И образование было в значительной степени практически ориентированным, а большую часть преподавателей составляли молодые преподаватели, которые и поколенчески, естественным образом, бунтовали против власти отцов, и, что может быть еще важнее, испытывали очень сильные левые симпатии. Это была та самая среда, в которой и зародилась революция 1968 года. Для того, чтобы оценить, каким образом этот социальный и интеллектуальный контекст отразился в истории искусства, я очень советую вам посмотреть висящие в YouTube два документальных фильма про историю искусства. Первый — это «Civilization, a personal view», тогда еще не Сэра, а вскоре Сэра Кеннета Кларка. А второй — это «Ways of Seeing» Джона Бергера, или правильнее, конечно, назвать его Джоном Берджером, но уж по-русски удобнее приносить Бергер, поэтому, простите, я буду так его называть, но вы знаете, что на самом деле он, конечно, Берджер. Эти два фильма отличались буквально во всем. «Цивилизация» Сэра Кеннета Кларка была неслыханным по размаху проекта. 13 эпизодов, цветное телевидение, съемки на месте, профессиональные операторы, которые понимали, каким образом следует показать собор, а каким античную статую, специально написанная музыка. И, наконец, сам Кеннет Кларк, популярный искусствовед, с патрицианскими манерами, с оксфордским акцентом, человек, который получил за этот сериал титул барона, а у популярных журналистов титул лорда Кеннета Кларка цивилизаторского. Кеннет Кларк, конечно, утверждал незыблемый авторитет европейского канона, существующей искусствоведческой традиции, и делал это все, как бы это сказать, с вершины оксфордских башен. Я должна сказать, что я человек миролюбивый и ничего не имею против европейского канона, мне с ним очень комфортно. Но стоит посмотреть несколько серий цивилизаций Сэра Кеннета Кларка, чтобы в тебе проснулся дух 68-го года. А уж что происходило с молодыми искусствоведами, на которых это лилось с экранов английских и американских телевизоров, мы можем представить себе, посмотрев второй, сделанный по сравнению с первым буквально на коленке проект «Способы видения» Джона Бергера. Он снимался в студии, и основную часть времени на экране был веселый, кудрявый молодой человек в цветной рубашке, который говорил без всякого оксфордского акцента, немножко смешно картавил и, о ужас, активно жестикулировал, что для британца является признаком южной расы, какому-нибудь итальянца или француза, Бергер активно использовал жесты для того, чтобы донести свое сообщение и сделать его понятней. Собственно говоря, он только что приехал из Франции. Именно во Франции он провел несколько бурных лет вокруг революции 68-го года и впитал там самые главные идеи, учения и концепты, которым и предстояло в значительной степени определять интеллектуальный ландшафт 80-х-90-х годов. Бергер сослался прямо в своей передаче на авторитет Вальтера Бенниамина, чье эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» было к этому времени уже переведено на английский язык. И не сослался, но активно использовал учения еще нескольких крупных фигур. Во-первых, это был Жак Лакан. Лакан, авторитет которого и во Франции, в общем, еще устоялся не вполне, и который был великим провокатором, Бергеру оказался очень удобен для того, чтобы взорвать традиционное представление о соотношении полов и о роли обнаженного женского тела в искусстве. Там, где сэр Кеннет Кларк, а, конечно, именно с ним ввел свой постоянный диалог и спорил Джон Бергер, так вот сэр Кеннет Кларк был, среди прочего, автором книги о наготе, и рассматривал ее, естественно, как составляющую античного канона, которая была унаследована европейской культурой, и, упаси бог, не видел в ней ничего эротического, ничего связанного с взаимоотношениями между полами. Это была, как обычно в работах Кеннета Кларка, кантианская идея чистой красоты, не имеющая отношения к миру прагматики и социальных отношений. Бергер утверждал, конечно, заостряя свою позицию, что в этом мире у женщины вообще нет права на самостоятельное бытие, что в этом мире женщина может только смотреть на себя словами, с глазами мужчины и удовлетворять его ожиданиям. Человек, который внимательно читал Лакана, мог бы увидеть, что в афористических формулировках Бергера отзываются не менее афористические и крайне провокационные формулировки Лакана. Бергер доказывал, что у женщины нет возможности стать частью истории искусства и стать частью искусства, если она не будет объектом взгляда и предметом для доминирования. Собственно, он на несколько лет предвосхитил знаменитое эссе Лоуи Малвей о роли взгляда, желания в кинематографе и, по сути, открыл дорогу тому обширному потоку исследований визуальной культуры, вдохновленных Лаканом, которые не закончились, кажется, и по сей день. Мода не иссякает, хотя, конечно, сегодня это уже не так с ног сшибательно, как было в 80-е и 90-е годы. И помимо Лакана, еще одним очень важным для Бергера автором, тоже не названным, по, скорее, политическим причинам, был Гелебор. Автор, блистательный, на мой взгляд, книги общества спектакля, по которой вышел фильм в 1972 году, ровно в том же году, что и способы зрения самого Бергера. Гелебор, на мой взгляд, это современный нитши, и прочесть его совершенно необходимо, и вы получите от этого чтения, несомненно, очень большое удовольствие. Более того, каждый раз, когда вам будет нестерпимо хотеться новый гаджет или новую сумочку, я очень рекомендую вам вспомнить Гелебора, который очень понятно объяснил, что потребность в постоянном потреблении есть на самом деле просто попытка, внушенная нам обществом, заменить истинные ценности и истинное счастье. Общество спектакля — это то общество, в котором каждый из нас создает свой образ, и сам, не понимая того, становится частью общества потребления и общества товара. Конечно, сегодня, когда мы живем в чудесном мире социальных сетей, в особенности Инстаграма, Гелебор, я думаю, сошел бы с ума, впрочем, он застрелился до того. Видимо, предвосхищает он наступление окончательного торжества общества спектакля, которое он предвидел, но все-таки не успел увидеть. Так вот, опираясь на Гиде Бора, Бергер выстроил свою концепцию рекламы как субститута живописи. Он утверждал, что в современном мире традиционная европейская живопись, то есть прежде всего масляная живопись, больше не выполняет той функции фиксации социальных отношений, которую он приписывал ей на протяжении нескольких веков. Функцию фиксации социальных отношений и утверждения властного авторитета теперь выполняет реклама, которая и внушает нам те ложные ценности, ценности общества потребления и общества спектакля, которые побуждают нас жить придуманной жизнью, казаться, а не быть. И он очень метко показал, каким образом современная реклама использует традиционные модели и эстетические ценности собственно масляной живописи. У меня есть несколько примеров дополнительных к тем, которые приводил Дебор, и, простите, не Дебор, конечно, Бергер. И эти примеры показывают, что сама идея использования моделей и образов классической живописи для повышения ценности рекламированного продукта возникла очень рано. Перед нами реклама соковыжималки компании «Санкист», которая была произведена где-то в середине века. И мы видим, каким образом и композиция, и игра фактур, и игра со светом, отражающимся на стальной поверхности этой замечательной, несомненно, соковыжималки, повторяет основные находки авторов голландских натюрмортов. Еще один пример — это отличная грушевая французская водка, которая доказывает, что это, конечно, самая лучшая водка и самая французская водка, потому что она использует достижения того художника, с которого мы, собственно, и начинаем отсчет современной живописи. Она использует натюрморты Сезанна. И самые лучшие французские груши, и самые лучшие французские художники вместе создают нам образ водки, покупая которую мы не просто покупаем напиток, мы покупаем сам дух французскости, что, естественно, означает самую лучшую водку, или, по крайней мере, грушевую водку в мире. Или, например, компания «Бригетт» отлично умеет использовать и задеть за живое нотки национальной гордости и апеллировать к национальной культуре. Если вы французы, то вам, конечно, мил образ Наполеона на Аркольском мосту, а русскому человеку приятно знать, что Пушкин носил часы «Бригетт». Что продает нам эта реклама? Она продает нам прочную ассоциацию между предметом, соковыжималкой, водкой, часами и ценностями высокой культуры, которые на самом деле не имеют никакого отношения к рекламируемому предмету. Однако, используя эстетические ценности, европейский канон, национальную гордость, производители ловко внушают нам, что мы покупаем не сам товар, но его эмоциональные, психологические, символические коннотации. Собственно говоря, Бергер, то, что говорил Бергер о рекламе, было, в общем, уже довольно очевидно, поскольку к этому времени было написано уже ряд блестящих исследований о психологии и философии рекламы. Но то, как он показывал связь между рекламой и классической живописью, то, какой отсвет соответственно бросался и каким образом компрометировался эстетический идеал классической масляной европейской живописи, вот это было совершенно ново. И, собственно, взгляд на живопись как на некоторый склад социальных отношений и прежде всего властных отношений, это и было одно из важнейших достижений Бергера. Он действительно заставлял смотреть на традиционные модели и идеалы новым взглядом. Он дезавуировал модель ноготы женского прекрасного тела, он дезавуировал модель масляной живописи как воспроизведение чистого и прекрасного идеала, он отдельно разобрался с пейзажем, этот фрагмент я решила не включать, чтобы не превращать лекцию в лекцию о Бергере, но и тут сэра Кеннета Кларка задели за живое, поскольку он был еще и автором книги о пейзаже, а Бергер доказывал, что пейзаж, в частности пейзаж Читы Эндрюс работы Кейнсбора является на самом деле фиксацией брачного договора между двумя богатыми молодыми людьми и знаком того, как удачно собственно они совместили шерстяную фабрику одного с полями, на которых пасутся овцы другой. Там, где Кеннету Кларку виделась красота, там Бергеру из дыр зияли экономические отношения. И это, конечно, было совершенно ново, это отрезвляло, это заставляло сомневаться в самом эстетическом каноне и в том, какие функции выполняет традиционная классическая живопись в жизни общества. Дальше я хотела вам рассказать о том, что в принципе интерес к теории, который был так ярко проявился в книге Бергера, был характерен для всех европейских гуманитарных дисциплин. Собственно, 80-е годы и были периодом, когда эта теория с большой буквы так и хлынула в позитивистские до этого дисциплины литературведения, истории, антропологии, социологии и так далее. Но если в других гуманитарных исторических дисциплинах проникновение теории часто приводило к бурным полемикам, не обходилось без кровопролития, но тем не менее все-таки в конце вело к обновлению дисциплины, то в искусствознании эта ситуация привела к тяжелому и глубокому расколу. Думаю, что это произошло ровно из-за тех причин, с которых я начала наш сегодняшний разговор. Слишком сильно было уже напряжение внутри дисциплины. Поменялся объект, поменялись представления о том, что такое искусство и какова его социальная роль, поменялся социальный контекст, и в этой ситуации искусствознание просто не выдержало натиска теории и вместо плодотворной внутренней дискуссии произошел, как я уже сказала, на самом деле очень тяжелый и непреодоленный до сегодняшнего дня раскол. И что самое интересное, первыми провозвестниками этого раскола выступили, казалось бы, вполне признанные и традиционные искусствоведы. Например, такой выдающийся ученый, как Дэвид Фридберг, выученик Ельского университета, это старая кафедра, выученик Института Курто, много занимавшийся в библиотеке Варбурга, занимавший в этот момент вполне престижную позицию в Нью-Йоркском университете, напечатал книгу «The Power of Images» «Власть образов», на первых страницах которой заявил не просто о конце истории искусства, но о том, что ее теперь следует заменить историей образов, наукой, которая сочетала бы в себе элементы антропологии и психологии, и которая изучала бы высокое искусство наряду с массовой культурой и даже с теми предметами, которые, может быть, мы даже не стали бы считать частью культуры вообще. Фридберг был провозвестником того стремления к обновлению, которое захватило массу представителей традиционного искусствознания. Его вариант именования новой дисциплины, история образов, был только одним из множества предложенных. На самом деле наиболее популярными именованиями были визуальные исследования, visual studies, визуальная культура, visual culture, и pictorial или iconic turn. На самом деле позиции, как часто бывает в полемике, страшно радикализировались. Консерваторы отступили на позиции сугубого позитивизма и с подозрением смотрели уже на любую теорию, а пионеры теоретических инноваций, как Дэвид Фридберг, предлагали историю искусства вовсе упразднить и заменить ее историей образов визуальными исследованиями, исследованиями визуальной культуры и так далее. Но за прошедшие четверть века они так и не смогли договориться ни о названии новой дисциплины, ни о ее предмете, ни даже о ее статусе. На самом деле до сих пор непонятно, что же это такое. Просто модная тенденция, самостоятельная дисциплина, поле исследования или, как нам всем хотелось бы верить, некоторая новая научная парадигма. А напомню, что по Тому Сукуну научная парадигма это не просто модное выражение, а некоторая универсальная и общепризнанная научная теория, которая оказывает сильнейшее воздействие на дисциплину, в которой она родилась, а возможно и на другие дисциплины и в некотором смысле меняет саму интеллектуальную атмосферу. Научная парадигма это спутник научной революции. Так вот, можем ли мы говорить об уверенном формировании новой парадигмы, это лучший диагноз, который мы могли бы поставить, или же мы имеем дело просто с интеллектуальной модой, это худший диагноз, который мы могли бы поставить. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала посмотрим, как определяют предмет статус, предмет и методологическую традицию новой дисциплины. Ну, что касается предмета, то предмет можно определять по-разному. Можно определять его, двигаясь от частного, хотя на самом деле это самая комическая и самая, как правило, безуспешная попытка определения дисциплины. И характерно, что вот эту формулировку немедленно спародировал другой исследователь, иронический исследователь визуальных исследований Джеймс Элкинс, которого в России хорошо знают, переводят и часто приглашают, Джеймс Элкинс составил в ответ на более или менее короткий, но абсолютно непредсказуемый список, еще более непредсказуемый и очень длинный список, который, конечно, всем напоминает прежде всего списки Хорхе Луиса Борхеса, Хорхе Луиса Борхеса, а еще собачка любимая китайского императора. Удивительно, что здесь нет собачки китайского императора, надо ее вставить и тоже, конечно, изучить. Идти от частного всегда неправильно, хотя очень просто. Можно попытаться пойти от общего, но и в этом случае мы не увидим единства среди приверженцев новой парадигмы. Тот же Джеймс Элкинс считает, что предметом визуальных исследований должно быть все визуальное, вне зависимости от того, имеет ли оно природу образа или прочно ли вписывается в сферу культуры. Например, он настаивал, что диаграммы и графики тоже должны быть предметом визуальных исследований, и что методы истории искусства могут помочь нам понять устройство этих диаграмм графиков. Более взвешенную позицию занимает другой отец-основатель визуальных исследований, который, впрочем, говорит о визуальной культуре. Он говорит, это трудно понять, вернее, это в русском языке очень трудно, что visual culture не поле, а, собственно, дисциплина. Ну, уж так принято в английском, и нам надо как-то к этому привыкнуть. Так вот, по мнению Кита Мокси, новая дисциплина визуальной культуры «Сколько все визуальное, что имеет определенное культурное значение сегодня, или что имело определенное культурное значение в предшествующей эпохе». Это, на самом деле, на мой взгляд, наиболее взвешенное определение только не самой дисциплины, а поле ее исследования. Но существует мощная тенденция ограничить визуальное исследование, визуальную культуру только современной культурой, да не просто современной культурой, о современной культуре эпохи глобального капитализма и неустанно разоблачать заговор между властью и образами, инструментом осуществления которого является, естественно, телевидение, интернет и масс-медиа. Эта группа представлена Николасом Мерзоевым, Катерой Рогов и другими более молодыми исследователями. Но и им не жить в покое, потому что появляется другая группа исследователей, во главе которой стоит, скажем, Дэвид Радовик, а он говорит, что, конечно, правильно разоблачать заговор между властью и образами, но только он ведь начался не в эпоху глобализации, а гораздо раньше, и, соответственно, если взять Фуко, прочитать его через Делеза и наложить его на это поле исследования, то вот мы и получим новую дисциплину. Как вы понимаете, я немножко нагнетаю, упрощая эти определения, но, вы знаете, не очень я их упрощаю, потому что, если сводить это все к сухому остатку, то мы получим действительно крайний разнобой и разноголосицу, которые связаны с тем, что на самом деле невозможно определить дисциплину через предмет исследования, или, по крайней мере, через этот предмет исследования. Можно попытаться определить... Да, и, конечно, в итоге мы и получили то, что мы получили, а именно позицию довольно крупного и серьезного ученого Мэтью Рэмплей, который вообще сказал, что у визуальной культуры предмета исследования нет и быть не может, потому что она начала с того, что яростно критиковала все остальные исторические дисциплины, и историю кино, и историю живописи, за их привязанность к объекту. Надо отказаться от объекта, и тогда, собственно, мы получим новую свободную дисциплину. Можно попытаться пойти, предойти к определению дисциплины через метод или через методологическое наследование, через генеалогию. Это довольно важная, в принципе, традиция. Мы многие дисциплины или научные парадигмы можем описать именно в зависимости, именно думая о том, из чего они родились, или о кому они наследовали, или с кем они спорили. Но в случае с визуальной культурой или визуальными исследованиями, и здесь на самом деле все неладно, я думаю, что одним из крупнейших историков совсем молодой парадигмы является Маргарита Диковицкая, на самом деле Маргарита Диковицкая, выпускница Санкт-Петербургской академии художеств, которая и диссертацию написала о том, как формировалась эта парадигма, и выпустила целую книгу, состоящую из ее методологического введения и 20 интервью с самыми видными представителями новой парадигмы. И по мнению Маргариты Диковицкой, рождение дисциплины произошло тогда, когда антропология, история кино и история искусства встретились с культуральными исследованиями и постструктурализмом. Ну, что такое cultural studies? Это отдельная история, и о них можно прочесть отдельную лекцию. Я постараюсь коротко сказать о том, каков пантеон культуральных исследований и наследовавших им представителей визуальных исследований. Культуральные исследования — это некоторая традиция, которая сложилась прежде всего в Англии, а потом в Америке в 60-е годы. Она была очень сильно увлечена марксизмом, а затем грамшизмом, и на основании различных моделей культуры и моделей власти, описанных Марксом и Грамши, была сформирована новая парадигма. Действительно, мы можем говорить о новой парадигме, которая на протяжении, скажем, 30-40 лет была чрезвычайно влиятельна, прежде всего, в англисаксонских странах. И эта парадигма была отмечена сильной социально-политической окрашенностью, увлечением, как я уже сказала, работами Маркса и Грамши, и преимущественным интересом к массовой культуре, затем к телевидению, и, в общем, к инструментам идеологического манипулирования властью общества. Потом, наряду с культуральными исследованиями, или параллельно с ними, развивались феминистические взгляды, феминистические подходы к различным гуманитарным дисциплинах, и, наконец, возникли в рамках cultural studies так называемые post-colonial studies, и вместе cultural studies, feminist studies и post-colonial studies образовали такой интеллектуальный, я бы сказала, броневик, который задавал тон, прежде всего, в англисаксонских странах на протяжении нескольких десятилетий. Но когда в начале 2000-х годов Бирмингемская школа социальных исследований, в которой, собственно, и сформировалась эта парадигма, была закрыта, несмотря на протесты общественности, на самом деле ощущения интеллектуальной пустоты не возникло, потому что старая парадигма в значительной степени себя исчерпала, и возникла на ее основании какая-то новая модель культуральных исследований, обновившая свой пантеон, и помимо Маркса и Грамши, включившая туда, конечно, Беньямина, конечно, Барта, непременно Лакана, а также Фуко и Альтюсера, ну и уже по желанию вы можете добавлять туда, ну скажем, Дириду или Жижика, или Бадью, в общем, добавьте туда еще немножко современной французской философии, и вы получите тот пантеон и в значительной степени тот интерпретационный аппарат, который можно накладывать более-менее на любой материал исторический и культурный, и единственная проблема заключается в том, что вы почти всегда будете получать те ответы, которые и были заданы, собственно, теоретиками. Проблема заключается в том, что когда вы накладываете очень сильную концепцию на материал, который, возможно, этой концепции вовсе не синхронен и не имеет с ним никаких исторических и культурных связей, то вы получаете не столько объяснение самого материала, сколько очередное подтверждение концепции. Это, собственно, любимая формула «подставляем-получаем», которая и является, ну такой, эпитомой любой большой теории. Чтобы мы не анализировали, используя, скажем, модели Фуко, мы получим более или менее предсказуемые результаты, потому что Фуко сам эти результаты описал и сам объяснил нам, что мы должны извлечь из анализа той или иной культуры. То же самое можно сказать о Лакане или о Вальтюсере и, в общем, о любом представителе так называемой большой теории. И проблема заключается в том, что диалог, скажем, между лаконианцами и фуко-клитеанцами, он не то что затруднен, он не очень интересен, поскольку у одних есть своя большая теория, а у других своя большая теория. Ну, есть некоторые любители смешивать подходы, которым удается иногда, скрестив эти две теории, получить, тем не менее, тоже довольно предсказуемые выводы. И в сущности, на самом деле, на мой взгляд, это немножко тупиковая ветвь развития гуманитарных дисциплин, тупиковость которой объясняется, как я уже сказала, вот этой самой моделью подставляем, получаем, берем любой материал, укладываем его в большую концепцию, а что не уложится в это прокрустово ложи, то обрубаем, ну или умалчиваем. Есть известный в филологическом мире анекдот про Роман Осиповича и Кобсона и его тогда еще молодую аспирантку, последующую жену, Кристину Поморску, которая спрашивала у него, Роман Осипович, Роман Осипович, а что важнее, факт или концепция? Конечно, концепция, отвечал и Кобсон. А что же делать с фактами? Ну, а о фактах можно и умолчать. И вот это тот путь, по которому чрезвычайно соблазнительно идти, если ты являешься убежденным приверженцем большой концепции, не связанной с материалом. Есть другая модель. И на самом деле, на мой взгляд, другая модель работы с материалной теорией и является спасением как для визуальных исследований, так и для истории искусства. На самом деле, создалась парадоксальная ситуация. Представители революционной парадигмы, сторонники визуальных исследований или визуальной культуры ищут методологии в смежных дисциплинах, скажем, антропологии, социологии, психоанализе, в то время как целый ряд представителей, да и самых блестящих представителей этих наук, таких как, скажем, антрополог Клиффорд Гирц или социолог Пьер Бурдьо, охотно обращались к собственно искусствоведческой традиции для того, чтобы сформировать свои собственные модели. Скажем, Бурдьо сформировал свою концепцию габитуса, опираясь на Эрвина Пановского. И Гирц свою модель thick description, подробного описания, и Бурдьо свой взгляд на развитие истории культуры в значительной степени заимствовали у того историка искусства, о котором пойдет речь во второй части моей лекции, а именно у Майкла Баксотова. То есть сложилась такая ситуация, при которой сторонники революционного обновления игнорируют ту традицию, которая существует в рамках сущности, сформировавшей их дисциплины. Они ищут инструменты за ее пределами, не понимая того, что эти инструменты в значительной степени могут быть найдены в самой истории искусства. Зачем это делать? Ну, мой ответ заключается в следующем. Все-таки визуальная культура, на мой взгляд, это не дисциплина. Это некоторое поле исследования или предмет исследования, в котором с одинаковым успехом могут работать представители разных дисциплин. Это могут быть антропологи, это могут быть социологи культуры, это могут быть, конечно же, историки. И каждая из этих дисциплин должна разрабатывать и усовершенствовать имеющийся у нее методологический аппарат, поглядывая, разумеется, на то, что делают соседи, но не отрицая полностью свою традицию ради того, чтобы перебежать на чужую площадку. Это на самом деле бессмысленно. Мы в таком случае теряем ту традицию и тот инструментарий, который был разработан на протяжении последнего века. И, как я пытаюсь доказать в своем собственном исследовательском проекте, традиция исследования визуальной культуры развивалась в рамках истории искусства на протяжении последнего столетия. И совершенно отчетливо эту традицию уже представлял себе Аби Варбург и его единомышленники, которых принято объединять под именем Гамбургской школы. Это Фридз Заксель, Эрвин Пановский, Эдгар Винт, это следующее поколение, Уильям Хекшер, Хорст Вальдемар Янсен, Бернард Смит. Это те, кто уже не застал в живых даже Закселя, а пришел в Институт Варбурга стипендиатом. Такие ученые, как Сикстен Рингбом, Майкл Баксендалл, Светлана Альперс. В сущности, про любого из них можно прочитать отдельную лекцию. И я надеюсь, что вскоре выйдет та двухтомная антология, которую мне удалось составить при поддержке Европейского университета, где и будет представлено все разнообразие подходов к изучению визуальной культуры, накопившиеся на протяжении последнего века. А подходы эти были действительно междисциплинарными, поскольку у Варбурга было много сочувственников, и у школы Варбурга было много сочувственников и за пределами, собственно, искусствоведческой дисциплины. И пренебрегать этой традицией для того, чтобы ограничивать наш интерпретационный инструментарий, ну, скажем, постструктурализмом, на мой взгляд, просто совершенное безумие. Я хочу показать вам, насколько удобен для анализа визуальной культуры, скажем, инструментарий, разработанный Майклом Баксендаллом, который решительно не считал себя выдающимся теоретиком, а отнес бы себя скорее к числу позитивистов или эмпириков. Более того, больше всего, как он сам про себя говорил, его раздражала вера в то, что может быть одна история искусства или одна большая теория. Он всю жизнь спорил с теми, кто так говорил, и всю жизнь доказывал, что может быть много разных историй искусства, и даже подчас говорил, что он вовсе даже не историк искусства, а культурный историк, который занимается художественным материалом. Но, что бы ни говорил о себе Баксендалл, на самом деле именно он является создателем двух важнейших понятий визуальной культуры и взгляд эпохи, без которых, в сущности, невозможно представить себе дальнейшее развитие визуальных исследований. Книга Баксендалла, в которую он впервые ввел эти понятия «Painting and experience in the 15th century Italy», он скромно назвал ее «праймером», то есть вообще учебником для бакалавра, введением в историю искусства. И издал ее, как некоторый учебник, цикл своих лекций в 1972 году, в том же году, когда вышла книга Джона Бергера. И отчасти пафос этих книг совпадает. Конечно, оба ученых были крайне недовольны моделью истории искусства, которую разрабатывал Кеннет Кларк. В интервью и выступлениях Баксендалла мы найдем скупые иронические замечания о том искусствознании, которое в это время культивировалось в институте Курто, и о том искусствознании, которое проповедовал Кеннет Кларк. Для того, чтобы подразнить этих людей, он начал свою книгу с утверждением «Мoney is very important for the history of art». Деньги очень важны для истории искусства. Произведение искусства является то чудесное слово, которое трудно перевести на русский язык, кладезем или депозитом социальных отношений. И если мы не понимаем, какие социальные отношения и культурные практики были современными этому произведению искусства, мы на самом деле ошибаемся, думая, что мы понимаем его суть. Баксандал не был теоретиком, Баксандал не любил давать определения и вводить новые термины, поэтому свое изложение он строил по принципу объяснения некоторых вполне конкретных примеров. Может быть, поэтому его книгу так легко читать и так на самом деле она хорошо запоминается. Заставь Баксандал дать точное определение введенному им концепту и он в ответ напишет приблизительно страницу, объясняя, что он собственно хотел сказать понятием класс-эпохи. Давайте и я пойду по его стопам и не буду давать определения, а покажу вам, каким образом он конструирует эту теорию визуальной культуры и, собственно, взгляда эпохи. Давайте начнем с разговора о стоимости красок. Вот для нашего взгляда голубой это просто голубой. Это очень может быть красивый цвет, но тем не менее это просто голубой. Для Юлии Кристевой, которая тоже задумалась о значении голубого, голубой был цветом, который нес в себе идею небесной чистоты. Для Баксандала голубой был цветом, качественной голубой можно было получить благодаря применению краски под названием ультрамарин. Ультрамарин стоил очень дорого, потому что его производили из дорогого минерала, добывавшегося преимущественно тогда в Средней Азии, а поскольку в 15 веке торговля со Средней Азией была затруднена укреплением власти турок, то и цена на ультрамарин была очень высокой. Для нас разные оттенки голубого не означают, что для создания этой фрески или этой картины были использованы разные оттенки интенсивности ультрамарина. Первая отмывка, вторая отмывка, третья отмывка или, например, вообще его дешевый аналог, так называемая медная лазурь. Но взгляд человека, скажем, 15 века был устроен совершенно иначе. Есть замечательный пример искусства раннего возрождения, капелла Скровеньи, расписанная Джотто в Падуе. Когда мы входим в эту капеллу, мы думаем о чем угодно, но только не о деньгах. Когда в эту капеллу входил человек 15 века, на него со всех сторон смотрели, как мы бы сегодня сказали, 100-долларовая купюра. Потому что потолок этой капеллы был целиком расписан самым дорогим ультрамарином, а стены художникам, за кисть которого в этот момент в Италии платили дороже всего. Эту капеллу построил знаменитый ростовщик для того, чтобы выкупить душу своего отца, еще более знаменитого ростовщика. Скровеньи были такими ростовщиками, которые придумали брать процент из процентов. И поэтому Данте нашел для них специальное местечко в своем аду. Так вот, для того, чтобы выкупить душу своего отца, Скровеньи, Энрико Скровеньи не пожалел никаких денег. И нам, конечно, надо это понимать, для того, чтобы понимать, какое впечатление производила на современников эта капелла, и для того, чтобы понимать, какое сообщение вкладывал в это произведение искусство его заказчик. Кроме того, ультрамарин мог использоваться для подчеркивания тех или иных значимых деталей в картине. Например, когда святой отдает свой плащ бедному солдату, а художник использует для изображения этого плаща ультрамарин, и эту же степень интенсивности ультрамарина использует для изображения высших уровней небосклона, мы понимаем, что художник использовал ультрамарин для того, чтобы ясно сказать своим зрителям не только об экономической, разумеется, но и о символической ценности изображаемых предметов. Ультрамарин использовался для одежд Богородицы и для того, чтобы подчеркнуть, скажем, выразительный жест скорби Анна Крестителя. Ультрамарин был третьей по стоимости краской после золота и серебра. И, скажем, в живописи XII-XIII века фон, как правило, изображался золотым в религиозной живописи, а другой, собственно, в это время не слишком было и много. Фон изображался золотым для того, чтобы показать не только ту или иную, не только для того, чтобы подчеркнуть значимость изображенной сцены, но и для того, чтобы донатор мог донести размер своего уже не символического вклада в ту церковь, в которой, как правило, дарилась эта картина. И золото было простым сообщением. Оно говорило о том, что донатор заплатил за картину очень дорого и, соответственно, не поскупился, одаряя церковь. Но постепенно золотой фон сменяется пейзажным фоном. И это не означает, что донаторы стали платить художнику меньше или что они стали экономить на церкви. Это означает, что изменилась вообще культура эпохи и, соответственно, взгляд эпохи. Происходит отход от демонстративной роскоши. И отход этот Баксандал объясняет сочетанием разных причин и демонстрирует разными примерами. Скажем, король неаполитанский всегда одевался просто в черное бургундское сукно и носил на груди только золотой крест. Осиенский посланник, пребывавший при его дворе, одевался очень пышно. Весь костюм его был расшит золотым шитьем. И чтобы сыграть с ним отличную шутку, король назначил аудиенцию в маленькой комнате и попросил своих придворных покрепче тереться об этого сиенского беднягу. И когда он вышел из комнаты после окончания аудиенции, и король, и его приближенные громко смеялись, потому что вся позолота стерлась, а осталась только уродливая желтая тряпка. Означает ли это, что король неаполитанский был одет очень скромно? Отнюдь нет. Он был одет в черный костюм из лучшего бургундского сукна. А если черное бургундское сукно скроить по косой, чтобы оно сидело, как в ледое, то денег на это уйдет нисколько не меньше, чем на золотое шитье. Но глаз эпохи был присыщен или вернее не хотел, был утомлен, я бы сказала, золотом и предпочитал ему иные цвета и иные идеи. Для того, чтобы объяснить этот отход от золотого фона в пейзажной живописи или от золотого шитья в костюме, Баксандал привлекает самые разные объяснения. Он говорит прежде всего о вполне реальной нехватке золота, которая была связана опять же с войнами и с тем, что доступ к некоторым золотым рудникам был из-за этих войн закрыт. Он говорит о повышенной социальной мобильности XV века, когда у старой аристократии возникло острое желание дистанцироваться от выскочек и муворишей и, соответственно, дистанцироваться от тех, кто демонстративно хвастался своим новым богатством. Он говорит о развитии неостоицизма, об увлечении цицероном, о том, что в более бедных слоях населения начинает развиваться пиетизм, и, наконец, о простом цикле моды, который приводит к тому, что то, что было модно вчера, уже не может быть модно сегодня. И, таким образом, переход от золотого фона к пейзажному фону в живописи оказывается вписан в очень тесную сеть или ткань, плотную ткань социальных отношений, которая включает в себя и увлечение цицероном и моду, и желание дистанцироваться от нувариши и реальную нехватку золота. Всё это вместе составляет ту сложную цепь или сеть условий, без которых мы не можем понять изменения, происходящие в культуре эпохи. А не понимая изменений, происходящих в культуре эпохи, мы не понимаем и изменений в живописи. Но глаз человека этой эпохи фиксировал не только отход от золотого фона к пейзажному, он постепенно приучался различать кисть хорошего художника, которому платили дорого, и который соответственно был в сущности произведение хорошего художника тем самым символическим капиталом, который донатор давал церкви и прихожанам для того, чтобы подчеркнуть может быть масштаб своего вложения и степень своей значимости для города или для церкви или для гильдии. Но для того, чтобы этот дар не был просто демонстративным, для того, чтобы развивалось понимание ценности собственной кисти художника, потребовались очень серьезные изменения во всей культуре эпохи, которые Баксендал и считают необходимым анализировать для того, чтобы понимать историю развития европейской живописи. Другой пример, который в нашем случае уже совершенно не очевиден, это замечательный анализ, например, этапов чудо-благовещения. Ну, хорошо, если мы все твердо представляем себе, что там произошло. Благовещение для нас это просто благовещение. А проповеди во флорентийских церквях XV века и XVI века, которые восстановил и прочел Баксендал, на самом деле интерпретировали благовещение как целую сеть событий, каждая из которых предполагала, что художник умеет изображать различные оттенки психологических состояний. Так, когда архангел Гавриил обратился к Деве Марии с приветствием, она испытала естественный испуг. И те или иные оттенки испуга собственно и фиксируют европейские художники с разной степенью эмоциональной выразительности, с разной степенью телесной подвижности изображенных персонажей, с разной степенью иронии. Как мы увидим дальше, картина Лоренцо Лотто это вообще-то очень веселая картина, что отнюдь не мешает ей быть в то же время картиной глубоко религиозной. Здесь испугана не только Дева Мария, здесь страшно испугана явлением архангела и кошка. Впрочем, кошка это вполне возможно дьявол. А Дева Мария может отмахиваться от архангела Гавриила, Дева Мария может демонстрировать самые разные степени испуга, после которого наступает следующий этап, этап размышления и очень тесно связанный с ним этап упрошения, когда она приходит в себя и, собственно, обращается к архангелу с ключевым вопросом, каким образом могу зачать я Сына Божия, если я не знала мужа. И, опять же, различные оттенки в изображении чувств Девы Марии были хорошо понятны зрителю того времени и почти непонятны нам. Мы не умеем различать мастерство художника в передаче того или иного эмоционального состояния, а значит, на самом деле теряем половину удовольствия от этого изображения, потому что ведь проповедник использовал картины и росписи церкви примерно так, как я использую сегодня Powerpoint, только он еще активно жестикулировал, привлекал внимание своей паства к тому, что изображено и мог, как всякий хороший оратор, несколько минут, а то и десятков минут рассуждать о том, что именно испытывала Дева Мария, когда услышала обращение к ней Архангела. После испуга наступил его прошание, вот это, вот Гольциус, это мой любимый, по-моему, ничего ничего более достойного и разумного, чем это изображение Девы Марии, даже и придумать невозможно. После этого наступило смирение и, собственно, принятие Божьей воли, она скрестила на груди руки и сказала, что служанкой предстает перед Господом, и всякий хороший проповедник мог минут двадцать как минимум рассуждать о смирении и послушании как основных женских добродетелях, и были художники, которые специализировались на изображении именно этого этапа Чуда Благовещения, как Биата Анжелика. И, наконец, наступал самый трудный для изображения этап, это, собственно, момент зачатия и момент прославления. Например, можно было изображать для того, чтобы показать это чудо свет, как это делал Карл Кривелли, а можно было поступить так, как сделал один из самых замечательных психологов итальянского возрождения, Антонелло Домиссино, он изобразил Мадонну, которая уже, собственно, зачала, она аннуциата, то есть ей уже чудо было объявлено, и изобразил ее, теперь вы знаете, почему она вся покрыта этим платом, и, вернее, почему этот плат весь такой голубой, это тот самый драгоценный ультрамарин, и изобразил на ее лице ровно ту гамму состояний размышления, вопрошания, смирения и одновременно славы, которую, собственно, и можно разложить на пять состояний, а можно стянуть ее всю в одно изображение, как это удалось сделать ему. И, надо сказать, довольно характерно, что перед нами уже не большая картина, предназначенная для церкви, а совсем маленькая, примерно вот такого размера картина для индивидуальной молитвы, которая предполагала глубокое эмпатическое погружение в состояние Девы Марии, и, собственно, те часы, которые молящийся проводил перед этим образом, становились гораздо более увлекательными благодаря той психологической тонкости, которую художник умел вложить в изображение сразу нескольких психологических состояний, стянув их воедино. Но для того, чтобы научиться различать эти состояния чудо-благовещения, нам надо, конечно, прежде всего понимать, какую трактовку этому чуду давали флорентийские или не флорентийские проповедники той эпохи, и каким образом взгляд человека 15-го и 16-го и, на самом деле, еще и 17-го века умел различать различные этапы чудо-благовещения. Не менее важен для понимания живописи язык жестов, который отнюдь не так неизменен, как хотелось бы думать, скажем, историкам культуры. На самом деле жесты меняются очень сильно, и, скажем, Леонардо да Винчи был страшно недоволен одним чудом благовещения, которое ему довелось видеть, в котором Мадонна едва ли не вылезала в окно от ужаса и нарисовал свой собственный вариант, в котором Дева Мария делает чрезвычайно достойный жест, который нам, однако же, совершенно сегодня непонятен. И этот же жест, что интересно, мы найдем в том изображении, которое, собственно, и позволило Баксандалу объяснить эту загадку, он нашел книгу с рассказом про одного трактирщика, который приветствовал гостей, входящих в его гостиницу, и это был жест приветствия и приглашения войти внутрь. И вот этот жест приветствия и приглашения, собственно, и воспроизводили художники, изображая чудо благовещения, и кардинал Гонзага, приветствующий своего сына, и музы, приветствующий юношу и приглашающий войти его в царство Аполлона и мус, и, что самое главное, весна на знаменитой картине Боттичелли. До Баксандала многие искусствоведы пытались интерпретировать жест центральной фигуры. Моя любимая интерпретация это отщелкивание ритма. Якобы весна отщелкивает ритм танца граций. Так вот, на самом деле ничего она не отщелкивает, а просто достойным и спокойным жестом приглашает зрителя, то есть нас с вами, войти в царство весны и любви, которое изображено на этой картине. Согласитесь, стало гораздо понятнее и, на самом деле, от того, может быть, и гораздо интереснее. И, опять же, для того, чтобы объяснить шедевр Боттичелли, нам надо погрузиться в ту самую массовую визуальную культуру и, может быть, найти очень простую книжку с новеллой про трактирщика, чтобы, наконец, понять, что означает этот жест. В инструкциях для проповедников Баксандал обнаружил объяснение жеста «две руки одновременно поднятые к небу». Так следует поступать проповеднику, когда он говорит о наисвятейшем из всех возможных событий. Скажем, Вознесение Богородицы — это, конечно, наисвятейшее из всех возможных событий, и поэтому целый ряд святых изображен коленопреклоненными и поднимающими руки к небу. Но ровно так же выглядит и Дева Мария на том самом Благовещении Лареце Лотто. Жест оказывается стусмысленным. С одной стороны, она от страха чуть ли не закрывает уши руками, а с другой стороны, она поднимает руки к небу, потому что сейчас произойдет может быть наисвятейшее событие во всей новой истории человечества. От того, что эта картина была одновременно и высокой, и веселой, ничего собственно богохульственного в этом сюжете не появлялось. Так была устроена религиозная культура этой эпохи, и оттого только интереснее было разглядывать эту картину соответственно зрителю-современнику. А если мы этого жеста не понимаем, то нам и не весело, и не интересно, и непонятно. Помимо языка жестов Баксонгалл показал, как важно может быть понимание некоторого телесного опыта, воспитываемого, например, танцами. Танец формирует в нас то телесное припоминание того или иного движения, без которого мы можем воспринимать изображение движущегося тела просто как изображение движущегося тела. Но человек, живший во Флоренции эпохи Медичи, видел те великолепные придворные танцы, сценарий, для которых писал сам Медичи, и вполне мог опознать движение фигур на этой картине и движение ветра, и движение граций, как определенные танцевальные па. Представьте себе, что, глядя на эту картину, вы понимаете, что они одновременно танцуют. Ваше восприятие на самом деле невольно изменится, потому что ваша телесная память подскажет вам, вернее, ваша телесная память заставит сформироваться совершенно иные нейронные цепочки, но в эту сторону мы сейчас ходить не будем, это отдельное направление в современном искусствоведении, опять же, о нем можно говорить долго. Или, скажем, здесь мы имеем все основания предполагать, что перед нами определенный танец, часть визуальной культуры, которая отразилась в произведении искусства. И еще одно замечательное наблюдение Баксонела, о котором я хочу рассказать, пока вы еще не совсем устали, это связь, значит, мы поговорили с вами о том, как в произведении искусства отражаются экономические составляющие, скажем, цена на ультрамарину. Мы поговорили о том, как в произведении искусства отражаются те или иные элементы религиозной культуры, чудо-благовещения. Мы поговорили о жестах и о телесной памяти, связанной, скажем, с такой культурной практикой, как танцы. Но культурные практики могут быть еще и интеллектуальными. И для того, чтобы понимать расцвет искусства итальянского возрождения, нам, может быть, неплохо помнить о том, что в этот момент школьное образование, начальное школьное образование для мальчиков было фактически обязательно. Любой итальянский флорентийский мальчик между шестью и десятью годами учился в школе, где его учили читать, писать, основным нотариальным формулам, а самое главное его учили считать. И считать его учили очень хорошо, потому что это была торговая республика, и для того, чтобы не разориться и не быть обманутым на рынке, любой взрослый человек должен был уметь на глаз оценить объем, примерно представлять себе вес и уметь посчитать соответственно различные удельные единицы. Давайте представим себе ситуацию рынка, на котором нет весов, нет единой системы мер, да еще и циркулирует одновременно несколько валют, потому что любой уважающий себя рынок это рынок интернациональный, а ни единой системы мер весов, ни единой системы валют в Европе того времени не существовало. Скажем, вы хотите купить вино, вы хотите купить вино, которое никто вам не будет наливать в пластиковую бутылку определенного объема. Вы покупаете его в бочке. Это означает, что вы на глаз должны быстро прикинуть объем этой бочки и понять, сколько собственно за эту бочку стоит заплатить. Или вы покупаете пшеницу, которая насыпана ровным конусом и соответственно вы должны быстро понять, какой объем у этого конуса и много или мало с вас просит тот или иной купец. Навыки устного счета базовой алгебры и геометрии в среднем флорентийце возраста, скажем, 14 лет были развиты до такой степени, что нам сегодня, живущим в эпоху калькуляторов и электронных рулеток, в общем, об этом остается только мечтать. И характерно, что, например, учебник геометрии написал никто иной, как великий художник итальянского возрождения Пьера Делла Франческо. Потому что без знания геометрии было невозможно построить перспективу, а, собственно, перспектива была одним из замечательных изобретений итальянской ренессансной живописи и, оценивая правильность и интересность постройки перспективы, сглазанно така получал особое удовольствие. Так вот, по предположению Баксонделла художники замечательно умели пользоваться этим инструментом для того, чтобы захватить внимание зрителя. Скажем, Дева Мария Милосердия или Мадонна Милосердия держит здесь свой плащ не только потому, что она символически прикрывает им свою паству, но и потому, что ровно так в учебнике Пьера Делла Франческо, создателя собственной этой фрески, был изображен балдахин или палатка. А это одна из основных задач, которую следовало решить, высчитывая объем ткани, который пойдет на то или иное сооружение. Поскольку балдахин или палатка строилась довольно часто, то ученик должен был быстро сообразить, сколько ткани пойдет на то, чтобы его сооружить. Не то, чтобы Пьера Делла Франческо хотел, чтобы сидя или стоя в церкви прихожанин занимался вычислением в уме того, сколько материала пошло на плащ Девы Марии. Конечно, нет. Но то, что знакомая форма зацепит зрение и внимание быстрее, чем форма незнакомая, на это они вполне могли рассчитывать. Или другой пример. Понятно, что когда все надо делать в уме, проще всего различные вычисления производить через форму пропорций. Пропорция так называемой Merchant Key или Golden Key золотой ключ, купеческий ключ, это было то, что чаще всего и больше всего тренировали даже в детях, которые изучали собственно алгебру. А вот теперь, если мы знаем, что глаз человека этого времени был натренирован на то, чтобы выделять пропорцию, а разум его на то, чтобы вычислять пропорцию, давайте посмотрим на эту картину на эту фреску Пьера дала Франческо, которая на первый взгляд кажется нам очень странной. В принципе, если на нее посмотрит человек, не знающий истории, то у него будут все основания подозревать, что внизу две фигуры осуществляют какой-то странный ритуал поклонения колонне, а наверху происходит вообще непонятно что. Но если у нас в голове есть привычка выстраивать пропорции, то мы получим что мы получим? Что должно быть в этой пустой арке? Что там есть и чего там еще нет? Там есть орудия страстей Христовых, палка и бетля, и там нету того, кто скоро явится и исчезнет для того, чтобы искупить наши грехи. Там должен быть Христос. Если мы, простите за богохульство, помножим Бога Отца на Деву Марию и разделим на вестника Архангела Гавриила, то мы получим то, что собственно о чем и говорил с ней Гавриил, мы получим Иисуса Христа. И опять же это остроумная картина в старинном смысле. Пьера де Ла Франческо был очень умным художником, но несомненно он рассчитывал на то, что его зрители были не глупее и тоже понимали, какой смысл следует извлечь из этой пустой и на первый взгляд такой ненужной арки. Ну, что сказать о Баксонде. Баксонде был, по-видимому, самым значительным новатором в истории искусства последней четверти XX века, хотя решительно не претендовал на этот статус. Его работы о визуальной, его собственно концепты визуальной культуры и взгляда эпохи, его работы о психологии восприятия, о том, каким образом риторика и язык художественной критики связан с языком живописи, его работы о функции тени в культуре и в живописи просвещения на самом деле толком до сих пор не прочитаны и даже не востребованы внутри самого искусствоведения. Реакция на его книгу была парадоксальной. Внутри самого искусствоведения пионеры нового направления были крайне возмущены, не увидев ссылок на Маркс. Чудесный историк искусства на самом деле Ти Джей Кларк, автор прекрасных исследований визуальной культуры, которые появились впоследствии, в этот момент был еще отъявленным марксистом и утверждал, что не может быть такой социальной истории, в которой нет ни слова о классовой борьбе или об идеологии. И все эти попытки говорить о визуальной культуре есть просто уход от острых проблем настоящего. Когда Ти Джей Кларк перестал быть таким оголтелым марксистом, он стал великолепным историком искусства, и с Баксандалом они вполне потом помирились и стали говорить на общем языке. Парадоксальным образом оказалось, что Баксандала с большим вниманием и благодарностью, как я уже сегодня говорила, прочли, скажем, Клиффорд Гирц или Пьер Бурдио, который даже перевел его главу из Period Eye и посвятил ей просто специальный номер издававшегося им журнала. То есть те новаторские методологии, которые были выработаны в рамках самого искусствознания, не были востребованы пионерами теоретических инноваций, но были востребованы пионерами теоретических инноваций в смежных дисциплинах, в антропологии или в культурной социологии. И это, конечно, свидетельствует только о том, что нет пророков в своем Отечестве, и о том, о некоторой лености и невнимании к собственной истории, которую проявили эти молодые или не очень молодые революционеры, отрицавшие тот методологический потенциал, который был скрыт в самой традиции истории искусства. Отчасти это можно объяснить тем, что сама традиция истории истории искусства в этот момент была сформирована очень плохо. В 80-е годы Варбург еще не был ни переведен, ни толком прочитан. Пановский воспринимался как смешной и устаревший иконолог, предложивший массу странных интерпретаций и породивший массу еще более безумных учеников. Блестящие статьи Пановского начала 30-х годов, в которых он опирался на Карла Мангейма и Макса Вебера, на представителей культурной социологии, и о которых он предлагал такие методы интерпретации произведений искусства, которые и сегодня являются чрезвычайно полезными и чрезвычайно интересными, на самом деле не были толком прочитаны. Конечно, во всем на самом деле виноват Гитлер, потому что именно из-за прихода власти Гитлера естественное развитие истории искусства было прервано, и блестящая плеяда еврейских историков искусства была вынуждена покинуть Германию и Австрию. Конечно, переезд был для них непростым с интеллектуальной точки зрения, не только потому, что им пришлось перейти с туманного и метафизического немецкого на гораздо более прозрачный английский язык, который не был для них родным, но и потому, что сама традиция разговора об искусстве в этот момент в англо-саксонских странах была совершенно другой. Это, конечно, была традиция прежде всего позитивистская и эмпирическая. И тесная связь с эстетикой, с философией, с культурной социологией, которая была так характерна для Варбурга и его последователей, была в значительной степени утрачена. На самом деле, эмигранты не стали писать и думать проще. И наиболее успешные из них смогли сохранить свою интеллектуальную независимость и предложить такой интеллектуальный продукт, который был воспринят в этот момент еще очень молодой, прежде всего, американской и английской наукой об искусстве. Но что сделали с этим продуктом уже их последователи и интерпретаторы, и следуют ли считать ответственными в этом самих немецких эмигрантов, думаю, что не следуют. Думаю, что они пытались быть понятными, а уж как их поняли, это все-таки на совести самих последователей. сегодня мы должны вернуться к началу этой парадигмы, связав его со школой Варбурга, с Гамбургской школой и с тем культурным ареалом, который я попыталась коротко очертить, и использовать целый ряд их замечательных методологических находок, без которых, конечно, не было бы и самого Баксандала. Баксандал пришел в Институт Варбурга в начале 60-х годов и был сформирован если не самими варбургианцами, которые к этому моменту уже в общем значительной степени умерли или находились далеко, но библиотекой и самой традицией размышления об искусстве, которая не отрывала искусство от культуры, которая не концентрировалась на шедеврах, но рассматривала искусство как часть культуры и которая интерпретировала искусство как важнейший документ и свидетельство о культуре и о ментальности этой эпохи. И эта традиция, которая была заложена Варбургом и его последователями, и сегодня является, может быть, самой интересной в интерпретации искусства. И на протяжении, я думаю, еще нескольких десятков лет, пользуясь этой методологией, можно писать невероятно увлекательное исследование истории искусства, как это, собственно, и сделал Майкл Баксонтал. Все. Спасибо большое. Мне кажется, очень поучительный рассказ, в том числе и о некоторой развилке, которая была обрисована между попыткой использовать искусство просто как некоторую иллюстрацию к социально-критическим теориям, по сути дела, ничего не дав для его понимания и некоторой попыткой использовать для интерпретации искусства все возможные контексты от экономической истории, истории эмоций, истории идей и, в свою очередь, дальше вновь перевернуть это и использовать это искусство для более глубокого понимания всей той же истории и культуры. вот, просто это правда методологически очень ценно, особенно там, может быть, в современной России, поскольку там не в связи с политическими контекстами, в связи с некоторым таким ростом популярности, я бы сказал, левацких подходов в науке, где-то повторяющих в этом смысле вот те вещи, которые уже были пройдены в этом смысле в Европе. Да, так, во-первых, тишина, без микрофона ничего вообще не говорится. А у кого есть какие-то вопросы, соображения? Ну, разумеется, просьба говорить в микрофон максимально. Сергей, к сожалению, я далек от искусства, я профессиональный администратор, но в последнее время решил все-таки приобщиться, окунуться к искусству, потому что у нас пока на стороне девушки. Следите, у меня такой вопрос, насколько вы в нашей лекции. Не могли вы, скажем, привести какой-то пример, живописи. Вот зеркал будет картину, такой известный шедевр, который был, скажем, исходя из этих двух теорий, скажем, по-разному интерпретированный. Положим, скажем, в каком-то веке, когда происходило звучание, эта картина, например, загадана версия. Что было, скажем, изображено на этой картине, почему было изображено на этой картине. После этого, скажем, ну, как бы... Понятно, да, вопрос понятен. Спасибо. Собственно, вы знаете, вы просто угадали мою мысль, поскольку, когда я думала, что сегодня рассказать, я думала, не пойти ли мне, собственно, вот именно по этому пути и не взять ли мне для разбора Венеру Урбинскую, Тициана, одну из самых прекрасных, скандальных и возмутительных картин в истории живописи, которую называют то богиней, а то пин-ап-герл, то есть, в общем, я даже не знаю, как это по-русски перевести, ничего хорошего в этом определении нету, но такая голая баба, а еще ее называют вот проституцией для аристократии. И, собственно, тут мы не можем ее быстренько вывести на экран, да, это будет долго. что можно? В смысле найти пост... Да, найти вы в интернете, давайте, а я пока расскажу, что, собственно, я не уверена, что все одинаково хорошо представляют себе, как выглядит эта забористая картина по определению одного из современных искусствоведов и как мы можем ее интерпретировать. Ну, собственно, я не буду читать про нее целую лекцию, я только обозначу полярные точки зрения, чтобы, может быть, привлечь ваше внимание к статье, которую я перевела и включила в хрестоматию, и, собственно, это будет такой тизер. Так, а что я лучше искать? Я не знаю, что эти целом. Да, да, да. Сколько будет? Когда у вас сейчас скажу? Тысяча... Сейчас скажу. Тысяча тридцать четвертый, тысяча пятьсот тридцать восьмой. Что из премьерного? Да, мы видим ее, да? Ну, хорошо, я хочу привлечь ваше внимание прежде всего к жесту левой руки этой богини, который был замечательно описан в путешествии Янки по континенту Марка Твена. Там целая страница возмущенных криков об этой картине и о том, что, попытаясь он, скажем, в прозе описать, что делает левая рука этой женщины, так его немедленно цензура бы засудила. А так висит этот якобы шедевр галереи Уфицы, смотрят на него и молодые юноши, и молодые девушки, и никто им этого не воспрещает. Марк Твен, конечно, иронически обыграл пуританские взгляды на изображение женского тела в современной ему Англии и Америке, но далеко не он один считал, что жест Венеры совершенно неприличен. Например, очень крупный английский искусствовед Чарльз Хоуп и назвал эту картину порнографией для аристократии, и существует довольно мощная традиция интерпретации этой картины как, собственно, предельно откровенного эротического изображения, нарисованного для того, чтобы возбудить чувственность ее хозяина, ее владельца, ее заказчика. И существует блистательное, на мой взгляд, исследование Рона Гоффен, убедительно доказывающее, что перед нами ничто иное, как свадебный портрет, и что картина в равной степени была адресована ее мужскому владельцу, собственно, Гвидобальдо де Ла Ровере и его юной жене Джулии Варана. Я ни слова вам больше не скажу, читайте. На заднем плане две служанки, которые укладывают в сундук Кассоне платье Венеры. И вот тут лежит один из ключей к пониманию этой картины, потому что сундук Кассоне, который нам сегодня кражется просто малозначащим предметом мебели, это один из устойчивых атрибутов приданного. Сундуки Кассоне всегда делались барами, их заказывал муж или отец невесты, и в описи имущества блистательной куртизанки Венеция город, где почти не было пожаров, в архивах есть все. И Ройна Гоффен удалось найти в архивах среди прочего описание имущества блистательнейшей куртизанки и ни одной. Так вот, оказалось, что вот как раз у куртизанок было что угодно, шкафы, шкафчики, сундуки, ларцы, а вот Кассоне не бывало. Кассоне это атрибут прочной, супружеской жизни, экономически благополучной. Но это не единственное, конечно, объяснение, не единственная улика, которая позволила Гоффен прочесть эту картину как свадебный портрет. И на самом деле я хочу вам сказать, что представление итальянцев XV-XVI века о свадебном портрете очень сильно отличалось от нашего. И есть там свадебные портреты, про которые мы точно знаем, что это свадебные портреты, но они будут позаборести этого. Продолжайте вопрос. Скажите, пожалуйста, могу, я так понимаю, что скажем, искусствоведы, которые рассказывают о истории этой картины, о том, что изображено, если они все придерживаются вот этой теории, которую сейчас вы высказали, или существуют все-таки разные и теории. То есть каждый искусствовед вправе приседать. Понятно, спасибо. Спасибо, спасибо. Именно Рона Гоффен собственно и составила сборник под названием Венера Урбинска. Есть очень хорошая серия кембриджская книг, статей, посвященных одному шедевру. Вот у Гоффена есть книга статей, посвященных Венере Урбинской, и взгляды расходятся довольно сильно. Например, Карл Гинсбург решительно не принимает позиции Гоффен, а читает эту картину по-своему. Даниэль Арас написал эссе под названием «Ничего не видно», где воспроизвел две полярные точки зрения. Один как раз защищал идею, что это проституция для порнографии, а другой, тоже искусствовед, защищал идею, что это высокая красота. Конечно, любая коммунитарная дисциплина строится на том, что уникален ее предмет и уникальна его интерпретация. И поэтому сказать, я боюсь, как системный администратор, хотите от меня некоторые ясности в ответах и, может быть, даже утверждение того, какая концепция правильная. Не могу сказать, какая концепция правильная. Нет, нет, мне кажется, вопрос был немножко другим. Вопрос был примерно вот о чем. Как меня поправит задающий вопрос, если я неправильно понял. какова амплитуда колебаний в интерпретациях этой картины. Собственно, вы отчасти это показали, говоря о восприятии этого как некоторой вполне функциональной порнографии и как напротив некоторого свадебного портрета. Вот единственная функциональность свадебному портрету тоже очень нужна. Поэтому я бы сказала, мужской порнографии, адресованной мужскому взгляду и свадебного портрета с функционалом гораздо более интересным, чем мы предполагаем сегодня. А, соответственно, это напряжение между этими точками описывает в целом спектр интерпретации этой картины. Или нужно задать еще какую-нибудь ось, или еще какие-то... Я правильно понял ваш вопрос? Кеннет Кларк. Хочу немножко уточнить, предположим. Раньше считалось, что земля плоская, понимаете? Потом появился Коперник и окончательно доказал, что земля круглая. Строго говоря, он ничего не доказал. Но тем не менее, сейчас никто не называет землю плоской. В данной ситуации, понимаете, любой искусствовед, насколько я понимаю, современный искусствовед может интерпретировать разные варианты вот этой картинкой. Так я понимаю? Или же нет, например, я ему скажу, что он совершенно неправильно интерпретирует то, что здесь изображено, потому что уже окончательно доказано, что это не порнография. Понятно. Спасибо. Все, все. Как кажется, понял. Единственное, я хочу вас поправить, Коперник не доказал. Коперник убедил вполне, я бы сказал, риторическим и художественным образом, а доказательство нормальное, строгое, было получено потом. Вот. Но, неважно. Но здесь мы подойдем как раз к сути вашего вопроса. Собственно, вопрос таким образом вероятно заключается вот в чем. Вот есть у нас некоторые разные интерпретации картины, но есть ли что-то, на чем, в общем, все профессиональные искусствоведы бы согласились, на чем, в общем, люди не безграмотные, понимающие, знающие традицию изучения, понимающие, что было до, там, что стало после, они бы, то, на чем они не стали бы споить, может быть, не все, но хотя бы как некоторый такой признанный мейнстрим. Общепризнанного не бывает даже в точных науках. Вот, вот это да. Я бы хотела прямо сразу сказать, что я махистка, что я поклонница Маха, поэтому не надо убеждать меня, что Земля круглая. Я же не могу этого сенсуалистки ощутить. Я приверженница вот крайнего неопозитивизма Маха и Авинареса. А на самом деле я, конечно, шучу, но это бессмысленный спор о пределах интерпретации. Но все искусствоведы сходятся в том, что эта картина написана Тицианом, что куплена она была Гвидобальдо де Ла Ровере и что висела она в его комнате под названием Гварда Роба, где хранились наиболее ценные вещи рядом со спальней. И именно там ее видел Вазарий, который оставил ее первое описание, сказав, что это прекраснейшая Венера. А, собственно говоря, наше знание о том, что это Венера, опирается именно на Вазарий. Дальше мы хорошо знаем ее дальнейшую историю. Слава Богу, у нее было не слишком много владельцев. Дальше она висела в Уфице, ее не пытались подделывать, на нее никто не бросался с ножом. А дальше начинается история интерпретаций, которую я сейчас излагать не буду, потому что это долго. Но если я все-таки правильно понимаю, то скорее ваши вопросы связаны с старой полемикой между физиками и лириками, то есть с вопросом о том, является ли вообще гуманитарная дисциплина науками в противовес точным наукам, потому что они не имеют экспериментального подтверждения, потому что невозможно повторить эксперимент и получить тот же самый результат, потому что они не имеют прогностической силы. Ну, в общем, это очень старый спор, и мне кажется, что он по сути бессмыслен. Я лучше сразу соглашусь, что гуманитарные науки не имеют прогностической силы, что они не строятся на эксперименте, что специфика наша связана с тем, что материал наш уникален и интерпретация его тоже уникальна. Стоп, 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 стоп. Вообще-то вы, по сути дела, до сих пор почти доказали обратное. Почти. Каким образом? Отвечая, допустим, на вопрос с Инной Булкиной, вы объяснили, что же это за ящик такой, для того, чтобы объяснить и доказать, что же значит этот ящик, вы прибегли к очень конкретным, понятным аргументам, к изучению, в частности, того, что же было там в архивах, что было в описи имущества куртизана в то время. Это вообще довольно строгое доказательство. Ну, не очень. Почему не очень? Потому что придет стройкий ученый и скажет... Это нормальное, нет, это нормальное, это нормальное строгое доказательство. Нет, смотрите, я вам сразу расскажу, где оно не строгое. У меня же нет описей, куртизанки есть, а девиц нету, старых дев, умерших старыми делами. А вдруг у старых дев были косоны? На самом деле, к любому нашему... Таким образом, да, таким образом мы знаем, что здесь твердо доказано, что это не куртизанка, но знаем, где зона гипотезы, где зона... Да, 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 совершенно верно. То есть здесь есть вполне строгая наука, есть, опять-таки, что бывает в самых разных науках зона некоторые гипотезы. Может быть, когда-нибудь, когда будут найдены материалы по этим самым старым девам, может быть, мы получим более достоверное знание. Это вполне понятный, по-моему, подход и для естественных наук. Вот, опять-таки, можно себе представить нахождение исторических источников, которые позволят нам проверить, как именно использовалась данная картина. Нельзя сказать, что их не может существовать. То, что они пока неизвестны, не отрицает факт их возможности существования и доказательства. как бы работа с историческими источниками это все-таки довольно твердая часть гуманитарных наук. Критика источника, сопоставление источников и так далее. Ну, я приведу анекдот из жизни. Я защищала диссертацию под руководством Алексея Михайловича Пескова, который много раз здесь выступал в свое время и, кажется, с вами дружил. И все мои попытки вывести интертекстуальные связи упирались в его очень добрый смех и в слова «Ну, Наталья Николаевна, найдите вы мне письмо, где Боротынский пишет. Читал вчера Пушкина. Как у него хорошо получается. Дай спешу». И таким образом он давал мне понять, что без наличия прямой улики все мои гипотетические построения остаются недоказуемыми, потому что косвенным уликам он не верил. На косвенных уликах, как он считал, можно построить убедительную, но не доказательную аргументацию. Проблема гуманитарных наук, исторических наук заключается в том, что мы в основном работаем с косвенными уликами. И вопрос только в том, заключается, сколько этих улик мы хотим собрать для того, чтобы доказать свою позицию. Это была довольно знаменитая полемика между Карлом Гинсбургом и Антонио Пинелли по поводу как раз интерпретации нескольких картин Пьера де ла Франческо. На мой взгляд, Гинсбург выстроил абсолютно блистательную аргументацию, пользуясь правилом как раз совмещения улик. Но сугубые позитивисты сказали ему, что им этих улик недостаточно, и вообще лучше бы это все не интерпретировать, а ограничиться некоторым действительно позитивным знанием об этих картинах, потому что искусствоведение в Италии молодая наука, внимание, в Италии искусствоведение молодая наука, не надо вводить ее в соблазн, а то ведь проникнет какая-нибудь теория, и тогда уже не остановишь. Стоп, 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 ничего без микрофона, еще раз, дисциплина, дисциплина. Так, коллега, либо вы говорите в микрофон, либо вы выходите. Есть какая-нибудь порнография для неаристократии? Конечно, и в эту эпоху тоже, ну, например, чудесные немецкие народные картины, картинки Ханса Зепальда, но мы их не будем выводить на экран, мы же не про эту лекцию читали. А с ваших слов можно сделать выбор, что марксистское искусствознание априори уступает, ну, остальные. А что вы в вопросе подразумеваете под марксистским искусствознанием? Как вы понимаете, в советское время практически все искусствознание, сделанное гражданами Советского Союза, а также братских стран, было вынуждено рядиться в марксистское, а некоторые даже, может быть, и не только рядилось. Вы имеете в виду наличие ссылок на Маркс или вы имеете в виду глубокое такое исхождение из методологии? Я имею в виду то, что тут было сказано, что пока автор придерживался марксистского анализа, а, все понятно, вопрос понятен. Можно ли так понять эту фразу, можно ли ее генерализовать до утверждения, что любой искусствовед до тех пор, пока учитывает марксистский анализ, является плохим искусствоведом? Не, ни в коем случае. Это, конечно, я, наверное, недостаточно осторожно сформулировала. Марксистская искусств... Вообще, целый ряд концепций Маркса замечательно подходит для анализа того материала и той эпохи, в которой он создавался. Я говорю о том, что проецировать марксистские концепты на флорентийскую живопись XV века без определенного насилия над материалом трудно. Существует целый ряд работ того же Ти Джей Кларка, в которых марксистский подход чрезвычайно уместен. Я говорю только о том, что не надо любая работа, в которой большая концепция наложена на неподходящий материал, будь то Маркс, будь то Лакан, будь то Фуко, на мой взгляд одинаково уязвима. Но любая концепция, любая работа, в которой теоретическая концепция имеет тесную связь с материалом, на мой взгляд, гораздо более успешно априори, чем те, которые я описал выше. спасибо. Еще вопросы? Да, вот, Инна. Я хочу продолжить историю с Бергеров. Ты не помнишь такой фильм о пасхе Расталинку и Вернам. Это история, ну, собственно, это продолжение поэйнии с Бергером уже на другом раме. Не помню, обязательно посмотрю, спасибо. А можно как-то развернуться? Расскажите, да. Там сюжет такой знаменитый адреский искусствовед, как раз в Мальцеберке, приезжает в большой Калианский город с вами и презентует свою душу. Женщина, которая Калианна Протужина тоже искусствовед, зачем это обрешает вступитель в отношениях очень условные. Ну, сложное время мужчины и женщины. Я как-то смотрела и думала, что речь о родителе в бедериновской теории про копирование и про то, что группия единового рода. И что эта история называется в отношении женщин. Я не знаю, что там оказывается была еще история про женщин и возраил мужчин. Я посмотрю, ужасно интересно по описанию. Там они проводят вместе с теми, они идут в каратах по штатамарома. Картона? Картона, да. И их принимают за мужей и женой. И они смотрят на себя, в глаза, то есть они дальше не происходит на разы другого. И только они раскрывают это по-разному мужчинам. Ведь это одним образом женщин, а другим. Женщина для себя не надо, но решит для себя работать. и на теоретические дискуссии художественным методом тоже интересно. что? Александр, у меня очень понравилась наша ректор. Скажите пожалуйста какой-то ответ, какое-то мнение. Получается, что для восприятия, именно для психологического, для понимания И вот искусство, в той очереди, художественное, да? Это действительно важно понимание контекста, покрыли фокус, знания, там, жестов, предметов, вкусов, нравов. А вот, например, если мы поедем, не знаю, в Китай, то там совершенно такие манеры, там, традиции, и мы мало поймём, скажем так, да? Но есть какие-то... Да, прошу прощения, мы мало поймём и в живописи 19 века, созданной в России. Ну, скажем, мы... Без специальных знаний. Ну, да. Вот если некие универсальные, кросс-культурные... То есть, или в Южной Америке до открытия Гуман, да, например, есть некие кросс-культурные, некие такие фундаментальные вещи, которые влияют на... и одинаково интерпретируются всеми людьми, вне зависимости от принадлежности к тому или иному культуре, или, например, даже, может быть, где-то там, ну... Есть универсальные, как гравитация, например, да? Мы её одинаково интерпретируем во все века. А вот с искусством... Нет, 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 я прошу прощения, конечно, в культуре гравитация интерпретируется по-разному во все века. Я очень хорошо поняла ваш вопрос. Он очень тонкий на самом деле. Вы нащупали очень важную составляющую в полемике искусствоведческой второй половины XX века, где ключевую роль, конечно, будет играть фигура Гомбриха. Гомбрих как раз считал, и, собственно, он работал с... ...моделью восприятия прекрасного. И, конечно, мы здесь, собственно, имеем дело с некоторой всё-таки попыткой отстоять высокую идею красоты от этого натиска контекстуалистов, историков культуры вроде Варбурга. То есть всё-таки надеждой на то, что можно выработать некоторую универсальную модель красоты и универсальную модель искусства, которая будет понятна всем без исключения. И в последние десятилетия развивается наука нейроэстетика, которая пытается сделать то же самое, что делал Гомбрих, но на другом уровне, а именно путём, собственно, исследования активности нейронов в мозге и понимание того, какие именно участки мозга активизируются в момент созерцания произведений искусства. Что я вам хочу сказать, что Гомбриха обровергли, и у нейроэстетиков, в общем, тоже пока не всё получается, но убедительно сказать, что нет, я не могу. В данном случае мы находимся в начале довольно длинного пути, связанного, собственно, с попыткой вывести какие-то твёрдые биологические основания для нашего восприятия прекрасного, и, возможно, эти биологические основания выделить удастся, а, возможно, не удастся. Я стою в данном случае всё-таки на позиции, скорее, релятивистской, поскольку я не могу отделить эстетическое удовольствие от интеллектуального. Вернее, я бы сказала так, что эстетическое удовольствие для меня непременно включает в себя интеллектуальную составляющую, и это относится к любому виду искусства – от живописи до музыки и поэзии. Когда ты понимаешь, как это сделано, ты получаешь во много раз больше удовольствия, потому что значительная часть произведений искусства, опять же, очевидна в поэзии, а чуть менее очевидна в живописи и совсем не очевидна для обывателя в музыке, написана именно для интеллектуального постижения, а не только для пассивного восприятия. Потому что пассивное восприятие, и тут я возвращаюсь как раз к Гиде Бору, оно быстро приедается и не приносит удовлетворения. А восприятие, которое требует от нас активного сопереживания, эмоционального или, ещё лучше, интеллектуального, оно от повторения только усиливается. Поэтому чем больше мы понимаем искусство, тем больше мы получаем от него удовольствия. Вот. И к китайскому это тоже относится. Я прошу прощения, а почему вы связали так жёстко свою приверженность к релятивизму здесь с интеллектуальным вкладом в восприятие эстетического? Нет, почему они связаны, я вполне понимаю, но почему одно связано с другим? Разве недостаточно было бы для подкрепления внутреннего релятивистской позиции просто знания того, насколько различны эстетические каноны в разных культурах, в разные эпохи, представления о том, насколько противоположны могут быть здесь установки. Разве это уже само не служит достаточно внутренним основанием для того, чтобы не утверждать наличие универсалей? Нет, потому что тут мы ступаем на очень опасную почву вообще вопроса о том, что такое искусство и что следует охранять, потому что релятивизм, если его возвести в абсолютный принцип, может быть использован для оправдания очень нехороших действий. Поэтому я вот в эту сторону ходить опасаюсь. Я понятно говорю, да? Да, все, понимаю. Этот практический аргумент я понимаю. Извините, пожалуйста, можно к вопросу? Вы сейчас сказали, что помимо пассивного восприятия, вы еще являетесь сторонником дополнительного восприятия, то есть как адресовалось, например, то есть какой пост сюжет в этом заложен, предположим. Какие-то сторонние факторы, когда было создано это произведение. Вот для меня, скажем, предположим, если взять картину и подвести к нему двух людей, которые совершенно не знакомы с историей этой картины, вернее, одному человеку, который знает историю этой картины, как она создавалась, то есть кто ее писал, может быть, какие-то муки творчества претерпел, может быть, был там какой-то кровавый сюжет, то есть помимо пассивного художественного восприятия у него еще будет подсознать и восприниматься какие-то другие сторонние факторы. То есть не ведет ли это к этому, что, скажем, совершенно, например, бездарный художник образно говорит, рисует, например, какой-то сюжет, ну, например, который, скажем, может, видеть к Отечественной войне, или он, может, рисовался умирающей дочь, например. Давайте лаконичнее, тезис. Да, то есть, может, все-таки искусство, если ты должен быть чисто пассивным искусством, и нужно от него отделять все остальные факторы, чтобы человек мог бы это знать. А зачем? Ну, потому что это уже не будет искусством, человек будет воспринимать уже, так сказать, нечистую картину, а у него еще будет подсознать. Все, понятно. То есть тезис заключается в том, что настоящим восприятием искусства является только такое квази-наивное... Нет, пассивное, чисто пассивное созерцание. Ну, вот я и говорю, чисто пассивное созерцание. Слушайте, ну, тут все-таки надо о концептах договариваться. Что такое искусство? Что такое бездарный художник? Что такое пассивное восприятие? У вас в вашем вопросе мне видится такая понятийная разница, скажем, с тем, как я оперирую этими понятиями, что я боюсь просто и полемика бессмысленна, потому что нам надо сначала договориться о понятиях и о том, что мы оперируем ими одинаково. Я думаю, что, во-первых, не всем интересна разница между нами, мы можем потом поспорить отдельно. Я за строгость, даже не столько за строгость, сколько у Гаспарова в записях и выписках есть чудесный пример. Якобы индийские философы, прежде чем вступать в полемику, друг с другом должны были изложить позицию другого, чтобы другой сказал, да, я согласен. Вот это то, что сегодня пытается сделать наш замечательный ведущий. Но мне кажется, мне будет трудно изложить вашу позицию и понять ее вот на таком уровне, чтобы вы согласились. То есть это потребует от нас дополнительных с вами усилий, которые могут быть не всем интересны. Это не значит, что я отказываюсь от диалога, я просто думаю, что его не надо делать. Выносим в клон. Да. Так. Возьмите. Ага. Вот такой вопрос. Вот сейчас в свете развития последних технологий, вот различные программы, типа Google, да, еще что-то делают, такие вот программы искусственного интеллекта, которые, собирая, например, сотни картин одного художника, делают сто первых, которых реальности не было, например. Ну, это, даже можно вообще смартфон есть, уже не говоря про… То есть если вы собираете сто картин, например, лиминарное доличие, нажимаете, например, делать еще одну… То есть попытка реконструировать некоторые стили, воспроизводить. Так. И… И… Насколько это искусство? Произведение искусства… Всё-всё-всё. Понятно. Мне бы очень хотелось сказать сразу «нет». Но тут есть более тонкие и интересные случаи. Нет. То, что вы приводите, конечно, не является искусством. И здесь есть просто очень старый пример, восходящий еще, скажем, к античной риторике, к Горацию. Гораций говорил, ни в коем случае не бери голову прекрасной женщины, не приставляй ее к телу рыбы и не добавляй к этому хвост. Потому что ничего, кроме смеха и позора, из этого не получится. То есть на самом деле вот такой вот отбор и произвольное соединение, безмысленное, поскольку я не верю, что компьютер сегодня может придумать все так, как Леонардо да Винчи, является хорошим инструментом для анализа чисто, может быть, стилистических приемов. И, в принципе, для искусствоведа, мне кажется, это инструмент бесценный. Потому что он пока как раз позволяет нам отделить то, что, может быть, воспринято пассивно компьютером, отстраняя эмоции. Ведь компьютер не эмоциональный, он, значит, просто отбирает некоторые формальные элементы и их соединяет. От того, собственно, интеллектуального напряжения, которое вкладывал в это художник и которое передается зрителю. Поэтому, нет, никакой компьютер не может создать 101-ю картину Леонардо да Винчи на основании 100 уже существующих. Но недавно была предпринята очень интересная попытка восстановления Рождества Караваджо. Рождество Караваджо, это отдельная история, об этом есть даже чудесный детективный роман и фильм, было украдено из Сицилийской церкви и, по утверждениям некоторых членов, допрошенных впоследствии этого мафиозного клана, было сожжено, или оно не было сожжено. Но по заказу крупного мафиози эта чудесная картина была украдена, местонахождение ее неизвестно, возможно, она утрачена. И усилиями, собственно, 3D-принтера на основании существующих фотографий этой картины удалось воспроизвести, собственно, проанализировав технику Караваджо или, вернее, попытались воспроизвести, пользуясь техникой Караваджо, картину, общий контур которой был хорошо известен. И вот вопрос в данном случае о статусе копии, когда оригинал безвозвратно утрачен, а копия воспроизводит с одной стороны, собственно, ну вот форма нам известна, сюжет нам известен, идею мы можем восстановить, поскольку нам известна форма, а технику позволил восстановить 3D-принтер, вот здесь уже интересней. То есть я совершенно не отрицаю технологии, они позволяют сделать очень многое, но все-таки пока компьютер не пишет Пушкина… Не Пушкин, ой, не Пушкин. Стоп, вот отсюда вообще-то есть некоторая развилка, интересная, как мне кажется. С одной стороны, да, понятно, что то, что просто перекомбинировано из существующего, совершенно не обязательно, чтобы это было тем же самым. Там есть известные шутки ученых по поводу научных статей с вытягиванием стандартных блоков и написанием вполне абсурдных текстов и как их научные журналы принимали при этом, но от этого смысл у этих текстов научный не появлялся. Это с одной стороны, но есть ведь другая сторона. Да, там не 101-я картина Микеланджело, не какой-то N-ный текст Пушкина. Это понятно, и это не вызывает вопросов. Но, мне кажется, легко себе представить ситуацию. Здесь мы возвращаемся к вопросу о реликтивизме. Когда некоторый куратор сделает выставку из созданных с помощью искусственного интеллекта произведений чего-то, непонятно чего, эта выставка пройдет в традиционной форме. Кто-то даже, возможно, купит соответствующие картины, куда-нибудь повесит. То есть форма бытования произведения искусства будет соблюдена. Более того, с учетом того, что было на самых-самых первых слайдах презентации из Ворхола, понятно, что граница все-таки здесь. Если кто-то как бы эстетизировал данное нечто, то можем ли мы сказать, что это не культура? Только на основании того, что создатель как бы не человек. А кураторы куда дели? Мы приходим к очень интересным... Знаете, это было. Я совсем сначала испугалась, но потом вспомнила про очень известный эпизод в полемике как раз вокруг абстрактного искусства. Статья Хорста Вальдемара Янсена, который в Америке именовал себя Питером Дженсеном, называлась After Betsy What. И написана она была по нашумевшему поводу. В каком-то зоопарке, кажется, чикагском, была ужасно талантливая обезьяна. Шимпанзе, который служитель принес холсты краски. И обезьяна стал рисовать. И служитель стал продавать ее картины, поскольку они, с его точки зрения, были ничуть не хуже авангардистского искусства. И, конечно, это было использовано как аргумент против авангардистского искусства, потому что даже обезьяна может сделать это лучше. Но как раз Питер Дженсен объяснил, что дело совершенно не в обезьяне Бетси, а дело в смотрителе, который забирал этот холст у обезьяны ровно в тот момент, когда, с его точки зрения, этот холст в наибольшей степени отвечал, походил на современное авангардистское искусство. То есть художником была не обезьяна, а смотритель. А имели мы дело с прекрасно известным искусству феноменом ready-made art. И в этом смысле компьютер будет обезьяна, а куратор будет художник, который будет таким образом делать вполне, на мой взгляд, интересный проект. Он быстро может приесться, потому что, как любой прием, основанный все-таки на технике, я боюсь, он будет исчерпан. Но, в принципе, это не самый худший кураторский проект. Мне кажется, вам надо этим заняться. Гонорар парыж пополам. Но тут ведь... Да, да. И понятно, что из этой интерпретации такой ситуации вполне уходит проблема теста Тьюринга. То, что кто-то не сможет различить текст, написанный некоторым человеком, неважно, билетристом, изгенерированный на базе массива билетристики определенного периода. Другой текст не свидетельствует в общем ни о чем. Ни о чем. Так, кто у нас? Ага. Продолжение может быть к этому вопросу. Скажите, а вот искусствовед, например, можно управлять эстетическим восприятием средних, скажем, обыкновенных граждан. А, понятно. Можно я сейчас немножко... Да, хорошо. То есть, понимаете, скажем, должна ли существовать какая-то профессиональная этика у искусствоведа? Ну, допустим, гипотетически. Приходит, скажем, какая-то экскурсия в музей. Да, предположим, 5-6 искусствоведов. А, скажем, искусствоведам нравится, предположим, разные картины. Вот могут они сделать так, например, да, что публика, посмотрев на те же картины, например, да, но после того, как с ними проведет беседу, и расскажет эти картины, скажем, искусствовед, совершенно диабетрально противоположно поменяются эстетические взгляды на эти картины. Ну, вот такой вопрос. Слушайте, у вас очень интересный вопрос, только у вас в одном вопросе, как всегда, 4. Потому что этика отдельно, эстетика отдельно, прагматика отдельно. Нет, но у вас там еще этика проскользнула. Нет, нет, нет. Вот я смотрю на картину, например, да? Нет, нет, все понятно. Сейчас мы разделим вопрос. Первый, на самом деле, в вашем вопросе, как минимум был первый вопрос, я пока не завершаю секунду, о том, может ли искусствовед формировать представление? Был такой кусочек вопроса? Эстетически, да. Может ли? Может и должен. Может и должен. Может и должен, конечно. Да, дальше. У вас следующий был вопрос. Как же в таком случае быть ситуацией, когда искусствоведы имеют разные позиции? Что делает зритель? Секунду, секунду, да. Нет, а что делать зрителю? Вообще-то, когда этот зритель слушает разных учителей или слушает разные теории научные, которые регулярно бывают, в чем ответственность ученых, которые вот излагают не единственную теорию? Слушайте, я могу ответить. Так это же счастье, что теорий много. Искусство – это пространство свободы. Это пространство свободы художника, и оно в равной степени должно быть пространство свободы зрителя. Искусствовед… Господь с вами! Я же вам не говорю, что я права, вы не правы. Я вам предлагаю инструмент для того, чтобы ваша свобода стала более полной, для того, чтобы вы получили больше удовольствия. Ваша свобода заключается в свободе выбирать между разными интерпретациями. А свобода не равна невежеству. Когда вы смотрите на произведения искусства, не имея никаких интерпретаций, может быть, вам в этой свободе скучнее, чем когда у вас есть возможность знать пять интерпретаций и выработать на их основании свою шестую. Вы получите больше удовольствия от искусства, и ваша свобода станет осознанной, а не основанной на чистой негации любой другой интерпретации. Когда вы манипулируете, понимаете? Профессиональный искусствовед может манипулировать моими эстетическими чувствами. А как вы думаете, а производители одежды вами манипулируют? Кстати, когда я прихожу в магазин, если, допустим, нет моделера или, скажем, кутерье, я выбираю то, что мне нравится. Понимаете? Если, допустим, будет присутствовать другой человек, он может, если он профессиональный, когда я с женой схожу, например, то есть ее можно уговорить, я накупил одежду, поэтому существует закон, что в течение, допустим, 10 дней ее можно вернуть. Смотрите, если вы доведете свою точку зрения до предела, то вам надо ходить голым. Потому что любой производитель одежды манипулирует вами. Или вам надо изготавливать одежду самому, чтобы вами никто ни в коем случае не манипулировал. Я говорю про искусствоведа. Если бы не было... Нет, искусствовед, еще раз, искусствовед здесь ничем не отличается от любых других интерпретаторов. Не важно, интерпретаторов новостей, интерпретаторов фактов в науке. Вы сейчас говорите, освободите меня от интерпретации, поставьте меня перед голыми фактами. Но только и голых фактов не бывает без того, чтобы понять, что есть факт из какой-нибудь концепции. Бывает, бывает. Ну, слава богу, все-таки мы же одеваемся, выходя в свет. То есть, на самом деле, в том, что вы говорите, есть очень важный момент, как мне кажется, про некоторую научную этику искусствоведа... Про литарский искусство, пожалуйста, но интерпретировать, соответственно, в опыте. Нет, нет. Значит, есть очень важный момент про этику искусствоведа, о том, что нормальный академический искусствовед, наверное, в некоторой монографии на какую-то тему должен будет дать ссылки и упомянуть другие интерпретации того материала, с которым он работает. Ну, как нормальный ученый, в любой другой дисциплине. Так, чтобы читатель мог пойти за ссылками, проверить, сверить для себя, определить, что ему более убедительно. Читатель захочет по ним пойти – хорошо, не захочет – это его свобода. Да. Полностью согласна. Мы хотим, чтобы вам дать самую лучшую одну методику для всех. Такая свобода тоже есть – пойти в музей без экскурсовода. Может. И ничего не читать, ни в коем случае. Коллеги, еще вопросы? Живопись – это интерпретация. Только вот. Живопись – это интерпретация. А вот, например, с обезьяной. То есть, в случае с куратором зависит, когда он от обезьяны отберет ее творение. Вот. То есть, если он отберет позже какого-то момента, то она там намажет лишнего, да? То, что будет хуже. А если она не захочет сама мазать, то он ее заставит доделать что-нибудь или как? – Слушайте, ну вы знаете, вы знаете людей, которые учили рисовать слонов. Это тоже проект в современном искусстве. Можно учить слонов рисовать. Но мне кажется, это не самое интересное направление в искусстве. Но, в принципе, можно и так можно научить. Я так тоже думаю. В «Майской комсомольской правде» была заметка, что хозяин лошади, художник-любитель, заметил, что она интересуется, как он рисует. Он научил ее держать кисть в зубах. И она тоже стала у него рисовать. И даже нашли это похожим на какого-то американского художника, модерниста, не помню. И ее работы продаются. – Вот мне интереснее всего знать, это было, или они все-таки воспроизвели историю с Бетси. То есть это просто журналисты воспроизвели классику истории искусства, или это действительно еще раз случилось? – Спасибо. – Ну это комсомольская правда. Толстушка, четверг, не то 18-й, не то 25-й. – Ну то есть да. То есть вполне может быть, что вы думали. – Ну то есть это зависит от того, когда холст отберут от обезьян и от ножа. – Спасибо. – Конечно. – Есть ли что-то совсем срочное? Вообще у нас время истекло, и нас скоро отсюда погонят. Но если есть что-то действительно содержательное, срочное, необходимое для понимания лекции… Нет. Спасибо большое. По-моему, это была очень важная, очень интересная лекция. – Спасибо за терпение. Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.